Приветствую! Первая программа, которую мы сегодня напишем, это с использованием встроенных функций VBA. Первый функций, который мы разберем, это у нас для ячейки, соответственно, C10, 10 строка, 30 столбец. И пишется она следующим образом. Она пишется Ucase, то есть у нас две буквы должны быть заглавными. И дальше мы указываем ячейку CELS, соответственно, 10, 2. Две скобки закрываем. Так, CELS для следующей уже для страны 11, 3. Равно, чтобы сделать все маленькие, мы используем LK, CELS. Выводим, соответственно, в 11, 2. И для того, чтобы внизу написать нужное нам слово, страна RF, да, мы пишем ячейку CELS на 12, 3. Равна, получается, CELS с ячейком 11, 3. Плюс пробел и плюс, соответственно, CELS с ячейком 10, 3. Попускаем макро, смотрим результат. Да, то есть, первая функция у нас сделала большие буквы, вторая функция у нас сделала, соответственно, маленькие буквы. А третья строчка у нас объединила большие и маленькие буквы. Здесь также можно написать вот такой формат записи. Это когда у нас за место знака плюс используется знак сцепки. Да, такое даже, возможно, правильно. В принципе, и тот, и тот работает. Следующим мы можем использовать функции, которые у нас есть в программе. И на примере функции SUMMYESL я покажу, как это может быть. У нас есть задача. Нам необходимо найти количество продаж по городу Москва. Здесь с помощью SUMMYESL я вывел проверку для того, чтобы она нас проверила. И теперь что здесь нам нужно написать? Нам нужно написать ячейку, в которой будет выводиться результат. Это, соответственно, ячейка CELS 4.2 равна, получается, чему она. Пишем application, worksheet, fonts. И здесь указываем одну из списков функций. Мы используем SUMMYESL. Здесь мы дальше. Диапазон условий. Это у нас range. Первая ячейка это B8, B16. Да, то есть в этом диапазоне у нас есть условия. Далее. Через запятую указываем критерий. Это у нас Москва. И следующий диапазон, это у нас диапазон суммирования. Это range, соответственно, C8, C16. Двойные кавычки закрываются. Скобка закрывается, нажимается Enter. Вот такой формат записи будет иметь функция SUMMYESL. Выполняем ее и получаем один и тот же результат. Также мы, если помните, с помощью циклов решали данную задачу. Здесь в зависимости от того, большая программа нужна или нет, мы используем соответствующий вариант записания. Есть еще function lockon, где разрешено писать русскими буквами. По моему мнению, лучше не использовать. Если вам интересно, можно найти дополнительную информацию в интернете и посмотреть, как это делать. То есть, нужно понимать, что есть встроенные функции Excel, которые работают внутри программы. Есть встроенные функции VBA, которые работают внутри самого редактора VBA. Если мы используем функцию из приложения Excel, то мы ее объявляем. Application Worksheet Function. Если мы используем стандартную функцию языка VBA, нам ее объявлять не нужно. Мы просто ее пишем, и она у нас уводится. На этом все. До свидания.